Это день, 2 декабря, день святителя митрополита Филарета в миру Дроздова. По замечанию святителя архиепископа Серафима, митрополит Филарет – великий угодник божий тот же Иоанн Златоуст. И это не дежурный комплимент. Для 19 века большего златоуста в русской церкви, чем этот московский митрополит, не найти. В 1811 году, еще в молодости, он был возведен в архимандриты и пожалован на перстным крестом с драгоценными камнями, за отличие в проповедовании Слово Божие. Когда в июне 1813 года в Петербурге хоронили фельдмаршала Кутузова, архимандрит Филарет проводил его такой речью, что она была признана классической и даже вышла несколькими отдельными изданиями. Он стал одним из первых инициаторов перевода писания на современный русский язык. Как великий мастер слова он вел поэтический диалог с Пушкиным, а Гоголь просил показать митрополиту второй том «Мертвых душ», чтобы узнать его мнение. Именно святитель Филарет написал один из исторических текстов 19 века «Манифест об отмене крепостного права». В этот день, 2 декабря, родились Петр Находцев, один из первых русских астрономов, Иван Баграмян Маршал, автор семи книг, самые известные из которых и «Великая победа советского народа». Советский художник Николай Жуков. Будучий художник родился в Москве в семье царского прокурора. После окончания художественно-промышленных техникумов в Нижнем Новгороде и Саратове Николай начал активную творческую деятельность. Рисовал все, от туристических плакатов до конфетных фантиков. К началу Великой Отечественной Жуков был уже заметным художником. Работал наинтурист, рисовал картинки в детские книжки, обложки для грампластинок. Даже упаковка с Казбеком у Николая Николаевича получилась произведением искусства. В 1941 году Жукова отправили на фронт служить в артиллерию. Но вскоре вернули в тыл рисовать агитационные плакаты и иллюстрации с подвигами красноармейцев. В 1945 году «Правда» командировала Жукова на Нюрнбергский трибунал. Это был его звездный час. Там художник сделал более 400 зарисовок процесса и нацистских преступников. И что немаловажно, познакомился с писателем Борисом Полевым. Позже именно Николай Николаевич проиллюстрировал его повесть о настоящем человеке. Николай Жуков специализировался на портретах Ленина и Сталина. Но сам больше любил рисовать детей и иллюстрировать детские рассказы. Это и отражено в памятнике, который художнику поставили в любимом им ельце. На нем Николай Николаевич сидит на скамейке и рисует с натуры девочку, дочку Арину. А мальчик с мечом с любопытством за этим наблюдает. Также 2 декабря родился Александр Яковлев, советский политический деятель. Он считается одним из архитекторов перестройки. В этот день, 2 декабря 1805 года, произошло сражение под Аустерлицем. Одна из важнейших битв Наполеоновской эпохи. Она закончилась поражением русско-австрийской армии и ранением Кутузова. 2 декабря 1824 года умер Федор Уваров, выдающийся кавалерист, герой Отечественной войны 1812 года. 2 декабря 1824 года в воюющем СССР впервые состояла встреча Сталина и генерала де Голля. Будущий президент Франции открыл прибытие словами. «Я счастлив и польщен тем, что нахожусь в столице Советского Союза, перенеся сюда дань уважения Франции». 2 декабря 1871 года впервые в истории была совершена мягкая посадка космического аппарата на поверхность Марса. Это был советский аппарат Марс-3. 2 декабря 1899 года патриарх Алексей II посетил храм-памятник жертвам репрессии во имя святителя Николая в Красноярске. В 1895 году в Красноярске осветили храм-памятник жертвам репрессии. Во имя святителя Николая. Прямо на берегу Енисея, на месте, где раньше располагался пересылочный лагерь для заключенных Краслага. По замыслу создателей, храм как могильный памятник на кургане напоминает о жертвах людей, которых перемолол в этом месте маховик репрессии. В 1999 году в Красноярск приехал святейший патриарх Алексей II. Он преподнес храму в дар икону святителя Николая, совершил заупокоенную литью по жертвам репрессии и обратился к собравшимся. Среди них были представители местного духовенства и светской власти. В этом храме мы совершили молитвенное поминовение тех, кто пострадал за веру и правду в суровые годы репрессии и гонений. Мы должны помнить тех, кто созидал Отечество наше. Мы должны помнить и тех, кто пострадал в суровые годы и молиться за них. В 1499 году храм только-только открылся после строительства, но существует и по сей день. Теперь в нем хранятся списки репрессированных в 30-е и 50-е годы православных священников. Память жива. Таким был этот день 2 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok